Я читаю ваши комментарии. Я заметил одну стандартную вещь. Как только мы снимаем автомобиль, который свыше 1,5-2 миллиона рублей, всегда находится комментарий, для кого ты их снимаешь. По всей нашей стране очень много людей, которые не могут позволить себе эти автомобили, даже если возьмут кредит на 10-15 лет. И отталкиваясь от ваших комментариев, было принято решение уже наконец-таки снять такой автомобиль, который можно считать доступным. Так еще мы выбрали кузов хэтчбэк попросторней, повместительнее для всей семьи. Цена такого автомобиля в самой базовой версии 539 тысяч рублей. В самой топовой версии 715 тысяч рублей. Хотя на главной странице сайта нас уже пытаются дурить, указывая цену от 459 тысяч рублей при кредите. Как работает кредит, мы с вами прекрасно знаем. В этом ролике основная задача показать, что может купить себе человек с небольшой зарплатой. Мы постараемся быть максимально объективными, показать его плюсы, показать его минусы. Но выводы делать здесь только вам. А снимаем мы эту ласточку на севере Москвы, возле какого-то закрытого поселка, где строение в виде замков, на который постоянно заезжают автомобили ценой свыше 4-5, а то были и 10 миллионов рублей. Вот на этом контрасте мы с вами познакомимся с автомобилем, который доступен для граждан сверхдержавы. Друзья, в этом ролике у меня есть спонсор выпуска, который прислал мне 3 товара из Китая, реклама которого длится 3 минуты. Если вдруг эти товары вас не заинтересуют, вы можете рекламу спокойно промотать. Приятного просмотра, мы начинаем. Каждый день по нашей стране происходит сотни, а то и тысячи дорожно-транспортных происшествий. И окажись в неприятной ситуации, важно иметь возможность показать и увидеть, что было на самом деле. И мои партнеры из Китая прислали мне товар, который пригодится каждому автомобилисту. Это парни-видеорегистраторы. Их 3 штуки, и у меня есть 3 минуты для того, чтобы вас познакомить со спонсором этого выпуска. Все детальные подробности по товару, конечно же, вас будут ждать по ссылкам в описании. Вскрываем. Первое устройство Mi One. В комплекте идет все самое необходимое провод для того, чтобы вы могли запитать ваше устройство. Специальная лапка для крепежа и дополнительный скотч для установки. Обратите внимание, как крепится транспордер. Он закреплен непосредственно к лобовому стеклу. То же самое происходит и с этим устройством. Вы можете его закрепить, тем самым сделать скрытую установку. Стильное устройство, которое даже не будет заметно внутри вашего автомобиля. Устройство имеет возможность крутиться на 360 градусов. Это сделано для того, чтобы если вдруг что, вы могли снять, что происходит внутри вашего автомобиля. Здесь встроенная память на 32 гигабайт. Идет технология ночного видения. Передвигаясь по темной дороге, света фар будет достаточно для того, чтобы картинка была читаемая. Здесь установлена хорошая линза, которая защищает от блика фар. Встроенный G-сенсор. И также этот видеорегистратор может защищать ваш автомобиль 24 на 7. У него есть отдельное мобильное приложение, с помощью которого вы можете его обновлять и всегда использовать актуальную прошивку. На него ссылочка остается первой в описании. Версия достойная, но есть версия покруче. И его имя Mini 3. Отличительная особенность, друзья. Визуально кажется все то же самое. Способ, механизм крепления все то же самое. Но здесь уже в первую очередь, смотрите, идет путь. Для чего это устройство более высокого качества по съемке. Оно уже снимает 2К. Соответственно, сделали так, что, например, можно даже фотографироваться на него. Сжимаете на кнопочку, и она делает либо снимок, либо начинает запись. Здесь есть даже технология восприятия реальности. Что это такое? Встроенный 6-осевой датчик ускорения может записывать ваше ускорение резкий поворот в гору или под гору, создавая виртуальный игровой опыт и реально научно-фантастическое соединение. Конечно же, устройство также содержит G-сенсор. Оперативная память у него 1 ГБ. Оно вас ждет по ссылочке в описании под номером 2. И третье устройство MOLA N3. Вот это наиболее продвинутое устройство. Ну, посмотрите, на самом деле, даже стильно делают такие маленькие аккуратные видеорегистраторы. У него идет вот такого плана крепления. То есть, мы его вставляем аккуратно сюда, крепим к лобовому стеклу. Соответственно, здесь точно так же есть угол наклона. Снимает это устройство с разрешением 1600. Соответственно, это приравнивается, как я сказал, к Ultra HD, то бишь 2К. Когда ваш автомобиль находится на парковке в неподвижном состоянии, первые 15 минут регистратор пишет. Далее, G-сенсор считает, что нужно перейти в режим покоя и записывает 1 кадр в секунду. Но если вдруг что-то происходит, какое-то резкое действие, либо кто-то автомобиль толкает, соответственно, он начинает писать в спокойном, нормальном режиме. Это сделано в первую очередь для экономии вашего аккумулятора. Вот этот регистратор будет снимать интереснее других, потому что здесь идет интересная линза. Она идет из шести составляющих, соответственно, картинку она может давать чуть ли не киношную. Ну, понятное дело, с учетом того, что это видеорегистратор. Итак, друзья, три видеорегистратора с возрастанием по цене. 29 сентября сегодня и у ребят один день распродажи. Вы можете купить эти устройства по наиболее низкой цене именно сегодня. Переходите по ссылочкам в описании, смотрите актуальную цену на сегодняшний день. Выбирайте сами, какой видеорегистратор подойдет вам. Все подробности по ссылке в описании. В этом ролике я, возможно, буду допускать технические ошибки, поэтому обязательно поправьте меня в комментариях, потому что я с машиной знакомлюсь прямо сейчас вместе с вами. Ну, что это такое? Датсун. Вообще, откуда он пошел, откуда он взялся? Как выяснилось, это компания, я буду говорить простыми словами, при Ниссане, которая в 1930-1968 году занималась автомобилестроением. Потом она была временно законсервирована. И вот в 2012-13 году они решили возобновить и начать делать доступные автомобили для стран ЮАР, Индонезии, Индии и, конечно же, России. Вот эта версия, хэтчбэк, она была изначально предоставлена только для России. Сейчас они, если я не ошибаюсь, и по миру в этих же странах продаются. Также у компании Датсун есть автомобиль Ондо. И очень часто я замечал так, что когда ты читаешь про машины, очень часто в рекламных бюллетенях пишут о том, что Япония, Датсун, Ниссан. То есть не ссылаются на то, что по сути вот это стоит Калина, а Ондо это просто-напросто Гранта. У нас комплектация самая топовая, она идет с автоматом, до нее мы дойдем чуть позже. Самая главная цена. Вот эта машина стоит примерно 700 тысяч рублей. То есть, если вы сегодня придете и честно купите ее по программе, первый автомобиль, ну вот со скидкой минус 10%, плюс вам могут от салона сделать реально, как мы пообщались с менеджером, ну примерно 1030 рублей, в идеале на честных условиях вы могли бы забрать топовую версию за 600 тысяч рублей. Но вообще не с ним, он тоже самое говорит, естественно придется побиться, потому что страховки жизни и все, что с этим связано, в тело кредита вам будут накидывать. За наличный расчет Ондо, он говорит, можно было купить со скидкой минус 30 тысяч рублей. Для этих автомобилей это в принципе хорошая скидка. Что мы получаем? Ну по сути это Калина. Все здесь просто, одна и та же платформа, одни и те же моторы, что на Ондо, что на Миду. То есть здесь все простенько. Но за что любят эти автомобили? Он даже рассказывает нам о том, менеджер продажам, что вот эти машины частенько покупают девушкам в качестве подарка, как первый автомобиль, чтобы училась ездить, тем более с автоматом. Клирунс у нашего автомобиля 174 миллиметра. Вот это в нашей стране точно любят. Как правило снимаешь там 150-140 миллиметров мало, здесь 174 миллиметра. Все автомобили, понятное дело, будут идти с передним приводом. Подвеска у нас спереди идет независимая амортизационная стойка типа Макферсона, а вот сзади у нас идет полузависимая торсионная балка. Более того, передние тормоза у вас будут дисковые, а сзади тормоза у вас будут барабанные. Багажник у нас есть на 240 литров, он небольшой, но тем не менее здесь можно сложить сиденье, соответственно он будет больше. У Onbo багажник реально очень большой, там это прям отдельный плюс, там это 530 литров. Но когда ты начинаешь знакомиться с этим автомобилем, когда ты понимаешь, что так, ну хорошо, 700 тысяч рублей у меня есть, я хочу себе купить Датсунчик. Вот это просто-напросто, ты начинаешь офигевать, потому что подходя к машине, когда мы только в нее сели, вонище стоит просто несусветное. То, что чем там накрасили автомобиль, непонятно, то ли от пластика вон идет. Тем более сегодня на улице довольно-таки жарко, салон нагрелся, прям неприятный запах стоит, потому что даже бьет по голове. Ко всему остальному, в деталях, ну я думаю, как вот, смотрите, с одной стороны, но раз показываешь дорогую тачку, вот смотрите, как здесь сделано, здесь все саморезы, все сделано в открытую. У нас здесь есть запасное колесо, но при этом, смотрите, шумоизоляционные маты лежат. Как бы я на самом деле удивился, потому что я думал, что здесь этого не будет вообще. Когда мы ехали снимать этот автомобиль, я думаю, ну все, сейчас будет вообще весело, опять же. Почитал технические характеристики, вот пойдемте к мотору. Колеса у нас тут 15-е, зеркала у нас тут с повторителем, хотя в более дешевых версиях, естественно, будет все намного проще. По внешнему виду, друзья, ну здесь что сказать, просто ты смотришь на нее и хочешь сказать одно, ублюдок, ну по-другому как-то скажешь. Я просто не хочу никого обидеть, давайте будем объективными. Многие эти тачки покупают с точки зрения того, что это кормилец, ты реально, их берут в такси для извоза, для работы, у тебя есть какая-то своя машина, но ты знаешь, что ты много ездишь, много чего возишь, люди берегут свои машины, берут их. Но вот так вот, понимая, что вот эта машина сделана условно для людей, да, ну очень тяжело, особенно когда вы покатаетесь хотя бы даже на корейцах. Вот просто сев там в Kia Rio в топовой версии, прокатившись на ней, где разница там 300, ладно фиг с ним, 400 тысяч рублей, ты понимаешь, что она ощутима разница очень быстро. Мы покажем вам сегодня детали, на которые даже мы уже обратили внимание. Сам факт с чего? Когда я готовлю обзор про автомобиль, я всегда стараюсь собрать информацию по мотору. Есть различные сайты, которые помогают это делать, где уже собрана информация. Вот что я делаю? Я забиваю параметры этого ВАЗовского мотора. Что нас всегда интересует? Нас всегда интересуют минусы мотора, его ненадежность, какие-то поломки могут быть с ним. Вот когда я дошел до этого списка, это было интересно. Так вот, самые распространенные проблемы данного двигателя. Первое, стуки в двигателе. Я вам вывожу на экран, вы можете почитать, с чем они связывают. Раз, плавают обороты. Два, критические поломки. Ненадежная помпа и натяжной ролик. В случае заклинивания срезает зубья ремня ГРМ. До 2018 года это было фатальной для двигателя проблемой. То есть можно было его отправить сразу на капиталку. Штатный электронный блок управления довольно ненадежный, поэтому он постоянно есть практически во всех магазинах, как запасная часть. Третье, или какое-то, пятое, троение мотора. Он может запросто троить. Глохнет. Из-за неисправности ДМРВ ваш автомобиль однажды может заглохнуть прямо на ходу. Перегрев автомобиля. Регулярно ломается термостат, и двигатель сразу же перестает нормально прогреваться. К мелким проблемам, как правило, причисляют течи масла, особенно из-под клапанной крышки. Более того, вот этот мотор, казалось бы, да, ну сколько он может стоить? Говорят то, что как контракт на вторичке его можно найти тысяч за 30 рублей. Новый его можно купить за 70-80 тысяч рублей. И делают отдельный акцент на то, что, в принципе, все запчасти недорогие. Можно покупать, мол, ты взял тачку, если что, сломалось, ничего страшного, все очень дешево. При этом, покупая новый автомобиль, вы также получаете гарантию 3 года и 100 тысяч километров пробега. И на это делают прям отдельный акцент, что ты берешь тачку, дилер, общались, ты катаешься, вдруг что случилось, мы без проблем условно меняем. А далее ты либо ее продаешь, либо уже ты понимаешь то, что, ну, недорого ее будет содержать. Тем более, вот эти машины, сами понимаете, абсолютно в любом сервисе вам их могут отремонтировать. Они идут на механической коробке передач 5-ступенчатой и автоматической коробке передач 4-ступенчатой. Это, наверное, единственное из всего того, что здесь есть японская. Потому что она идет в фирму Jatka, Япония. В целом автомат реально действительно можно назвать надежным, потому что он ставился на Nissan, где пробеги там по 200-300, а то и больше тысяч километров. Если там менять масло и не насиловать автомат, и не насиловать автомобиль, то, в принципе, он действительно много отходит. Но, опять же, с одной стороны, мне вот кажется, ну, 70-80 тысяч рублей за мотор, да и хрен с ним, не так дорого. Но покупая этот автомобиль там в кредит на 5 лет, когда у тебя первоначальный взнос 100 тысяч рублей, естественно, для тебя это будет недешево. По-остальному, 87 сил выдает, там, одни пишут 140, другие пишут 160 крутящего момента. В паре с автоматом ласточка разгонится до первой сотни за 14,4 секунды. Это официально. Если мы сядем сюда всей семьей, друзьями и куда-то выйдем на обгон, ну, я думаю, реальный разгон будет при таком раскладе, ну, секунд 16. Останавливаемся в режиме драйв. Раз, два, три. Вот с трех тысяч начинает он тянуть, но начинает потом просто дико орать на самом деле. Так, никого нету, все, пошел. На этой машине мямлить нельзя, засигналят. Тем более мы находимся сейчас в элитном поселке. Ну, вот, смотрите, допустим, когда ты начинаешь разгоняться по скорости, на скорости, а, нету, да, автодоводчиков, то есть нужно самому ручку подержать. Показывай дорогу. Смотри. Вот лежачий полицейский. Оп, оп, на скорости 40 мм. Да, жестковато, но в целом мы прям вообще, можно сказать, не притормаживались с точки зрения эксперимента. Когда ты садишься и все настроил под себя, тебе все равно неудобно. Просто с газом пошел, пошел. Ух ты, блядь, давай. Ах ты, зажало, да, зажало передачу, блин. Да, динамики, конечно, вообще не хватает у автомобиля. Но и по городу есть, так не будешь, минус какой огромный. То, что все орет постоянно, она воет. То есть захочешь ты разогнаться, лучше планировать свой обгон, перестроение заранее. На этой тачке нужно придерживаться максимально правил дорожного движения и быть из тех, кто. Вот 60 написано, значит нужно ехать 59. С одной стороны, это максимально правильно. Здесь с этим не поспоришь. Но с другой стороны, здесь гнать вообще неохота. Она орет, она дико орет. Когда ты заходишь в затяжный поворот, вот даже мы сейчас с газом заходим, там машина, в силу того, что клиренс у него высокий, сам по себе она такая высоковатая, да, машина, того и гляди, то, что она сейчас у тебя начнет переворачиваться. Ну, серьезно, когда будет скользкая дорога, там, в дождливую погоду, на ней там пятаков выдавать можно запросто. Будь у нее еще задний привод бы, на ней бы вообще можно было выхеровать. Ну, вот, смотри, новая машина. Что скрипит-то? А сейчас уже не скрипит. Вот, спокойненько разгоняемся, допустим, да. Ну, вот, поехал, пошел, пошел. Ну, вот, 150, там, 60. Но когда хорошая дорога, к слову, я удивлен, но действительно, прям ты, она плывет. Но это вот как раз о том, что абсолютно любой автомобиль, даже с убитой подвеской, ты здесь по новой, да по новому асфальту пройти, никогда ничего громыхать не будет. На лежачем полицейске, подчеркиваю, балка, все те, кто топят, ой, балка хорошо у меня, комфортно езжу, ты сядь сам назад, и пусть тебя прокать там, по лежачим, по разбитым участкам дороги, попрыгай там, и сразу будешь знать, что такое балка. Ну, вот, что такое орет уже опять, блин. Это просто, знаешь, это вот реально, на такой машине поработаешь, с утра до вечера башка будет вот такая просто, блин, каменная. Расход пишут, то, что в городе там 10,7 официальная трасса, там 7,2 смешанная. В общем, я находил отзывы людей, которые хвалят, мол, вот у меня на трассе при 120, все выключаю, 6,2 я доволен. В реале, конечно, все зависит от стиля эксплуатации, от состояния мотора, поэтому тут даже говорить нечего. Парни, ну, что сказать, вот тебе, пожалуйста, реальность, когда сегодня там за 600-700 тысяч рублей вот что ты получишь. При этом есть маркетинговая хитрость. О чем я вам хочу рассказать. Когда вы зайдете на официальный сайт Датсун, вы можете видеть цифры а-ля 477 тысяч рублей. 577 тысяч за хорошую комплектацию. Начнете читать ниже, идет галочка о том, что эта цена указана при кредитовании, при трейд-ин. То есть сейчас вот в силу того, что цены растут, а нужно как-то людей заманивать более низкой ценой, не пишут актуальных цифр. Пишут цифры уже сразу с учетом там спецпредложений. В остальном, что тут говорить? Если начать вглядываться в мелочи, в детали, понятное дело, что здесь даже нет защиты картера, ни пластиковую, никакой штатной. Смотришь, дно видно. Но это нормально, потому что на Рапидах, на Корейцах, там будет примерно та же самая история. Но при этом обратите внимание, там шумо-изоляция мотора. Мерседес мы снимали с рекомендованной ценой 2 миллиона 600 тысяч рублей. Там этого нету. А здесь это и есть упор капота. Но это вообще прям маленькая аккуратная палочка. Здесь говорить нечего, потому что очень много отзывов за этот автомобиль. Я вам прям даже оставлю полезные ссылки, если вдруг кому-то они могут пригодиться. Одни хвалят о том, что не ломалось, катался, да дешево, да сердито, но едет. Из пункта А в пункт Б доставляет, что еще от нее нужно. Мы с вами пойдем дальше. За что люди выбирают новый автомобиль? Как правило, в первую очередь, это гарантия, надежность, то, что ты будешь кататься, никто до тебя на нем не ездил. Это я свожу к тому, что 700 тысяч рублей. Ну ладно, хорошо, ты найдешь попроще комплектацию, которая у тебя устроит, будет стоить 600-650 тысяч рублей. Либо что-то брать на вторички. Поговорим об этом. Что вы получаете? Открываешь, понятное дело, никакого бесключевого доступа у тебя здесь нет. И это не самое главное. Присаживаясь в автомобиль, вот здесь, знаешь, я сначала сел, думаю, так, опущу сейчас сиденье вниз, потому что посадка действительно получается довольно-таки высокой. Опустить нельзя, то есть и так мы находимся в самой низкой степени. Вот эти сиденья у нас еще считаются вообще более продвинутыми. По идее, в базовых версиях они будут еще проще. Вот это как бы считается такая еще комфортная посадка. Самое главное, с чего мы офигели. Садишься в автомобиль, здесь есть подогрев лобового стекла полностью. Вот дайте, покажи, пожалуйста, вот им просто ручь, дверь. Вот вы, парни, офигеете. Я, на самом деле, никогда на такой машине не ездил. Честно вам скажу. Да, возможно, где-то когда-то в такси прокатывался, но здесь ты берешь, вот просто всякие детали начинаешь щупать. Ручка просто окрашена краской как-то грубо, знаешь, такой матовой. И самое главное, что они ее покрасили типа а-ля алюминий. Плюс ко всему, всякие саморезы, болты, все это видно, то есть это все в открытую сделано. Сейчас лето, я открываю окно полностью, а оно полностью не открывается. Я думаю, ну что за фигня. И вот эти вот детали, вот оно, понимаешь, вот оно, отечественные автомобили нашей разработки. Ты кладешь руку поначалу, ну ладно, что ты, на тест-драйве. Мы проехали, наверное, минут 15, у меня здесь уже стали такие красные пятна появляться. Вот мы сейчас запускаем автомобиль. У нас закрыты все двери, абсолютно. Мы уже проверили по три раза. Но у меня вылетает ошибка постоянно на приборке, то, что какая-то дверь у нас открыта. Подчеркивают, абсолютно новый автомобиль, пробег у него 95 километров. Он просто-напросто еще даже обкатку не прошел. Тем не менее, это уже есть. Вот обратите внимание на то, что у нас работает индикатор, что дверь открыта. Видите? Опа, нету его ни хера. Видите, пацаны? Смотрите, сейчас на тормоз нажимаю. Опа, пропал. Вот, 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 вот это вот даже больше можешь не показать. Вот в этом вся фишка отечественных автомобилей, отечественных наработок. То, что у тебя новая тачка, а у тебя как-то все работает раз через раз. Какие-то мелочи в деталях. То, что это я уверен, что это еще вот мы там три часа на ней сейчас катаемся уже. Если на ней поездить неделю, здесь можно будет отдельный прям тест снимать, рассказать. Это что? Это что? Запах в автомобиле, вот, я просто не могу передать словами. То ли каким-то мобилем он обработан, то ли еще что-то. Ну, какая-то химия прям откровенная стоит. Вот ты сидишь, побаливает голова. Приборная панель, тахометр, спидометр, какой-то маленький бортовой компьютер. Все понятно, останавливаться не будем. Пластиковый шикарный руль. Ну, просто, друзья, садишься с непривычки. Вот, когда ты потестируешь машины чуть подороже. Я думаю, а где кнопки, что, как. Автомат. Друзья, это отдельная история, потому что, что нужно для города автомобилю. Ну, по-любому автомат. Есть, например, на тесте у них Datsun Honda, он идет на механике. Говорят, возьмите его. Говорят, а нафиг он нужен? Ну, кому сегодня нужна эта механика? При этом, говорят, то, что по регионам механику покупают. Какие у нас есть режимы? PRND, это понятно. У нас есть понижайка. У нас есть второй режим этой серии. То, что у вас будут повышенные обороты стоят. Есть овердрайв. Как я понял, это функция OD. Это для того, чтобы совершить какие-то более резкие обгоны, чтобы он задерживал передачу. То есть, свои прибавудки есть. Покажи, пожалуйста, дисплей. Вот просто атмосферу. Атмосфера здесь стоит из калины. Как я понял, то, что здесь вообще ни хрена ничего не меняли. То есть, как в калинии интерьер. То же самое и здесь. Нас приятно удивил монохромный дисплей. То есть, ты нажимаешь, он как бы похож на цветной, но не до конца. Есть навигация. И она, самое главное, то, что она получается у нас сенсорная. Понятное дело, что это все работает немножко странно. Но, тем не менее, так вот ты сел, куда-то тебе доехать, выставил маршрут, попер. По остальному, ну, телефон можно подключить. По системам безопасности. Курсовая устойчивость есть. Есть система экстренного торможения. То есть, когда вы нажимаете педалью тормоза в пол, то есть, она должна, по идее, схватиться резко. Но вот мы сейчас стоим на месте. Она вся поскрипывает, тачка вот. То есть, просто она вся поскрипывает. Но в этом ее шарм, друзья. Уседться здесь поудобнее, очень тяжело на самом деле. Вот короткие сидения настроить под себя. То есть, если как бы ты садишься в полный рост. Я хотел бы опустить вниз, потому что я люблю понише сидеть. Ну, в этом плане, конечно, у тебя выбора нет. Даже то же самое рулевое управление. То есть, ты никуда, ни сюда его не можешь. Ну, только вверх-вниз на себя, то вытянуть никак не можешь. Упираешься в торпеду, здесь жесткий пластик неудобно. Кладешь руку сюда, с левой стороны. Здесь жесткий пластик тоже неудобно. Подлокотника никакого нет. То есть, на дальнее расстояние, ну, как ты будешь маять, я не знаю, вот так что садиться. Как только мы не включим радио, постоянно играет какая-то музыка. Вот, типа, типа такой. То есть, это прям, понимаешь, мы ее взяли, и вот она пошла. А ну, так и должно быть. Ты приоткрыл окошко, закурил сижечку. Давай, давай. Че ты? Ну, подъехали мы. Раз, телефончик зазвонил. А? Я подъезжаю, буду сейчас. Да, да, все, давай. Ну, какая-то такая атмосфера, понимаешь, здесь нету, вот как вот ты в некоторой тачке садишься и думаешь, блин, кайф, вот ради чего надо. Здесь машина такая, что ударился в бордюр, да и хер с ним. Мы разгонялись там, лежащие полицейские, так потестить подвеску проезжаем, блин, пропрыгивает. Но тачка новая, хотя на них очень много держалось, то, что они очень жесткие. Уверен, то, что это будет со временем, но пока машинка свежая, скачет она неплохо. Место сзади присаживаю за собой. И здесь вообще, блин, прикол. Вот ты знаешь, садишься, ты упираешься спиной в спинку так, что сразу какой-то дискомфорт появляется. Невозможно сесть. И самое главное, что вот, я вот, допустим, сидел бы вот так. Я представляю одно, потому что, когда мы выезжали, сначала вез нас менеджер с салона. Мы проехали один лежачий полицейский. И когда мы подпрыгнули, сделал вот так просто реально головой в потолок. То есть, мне в любом случае нужно присаживаться, чтобы когда мы прыгать будем, чтобы я не подлетал туда. Машина не тяжелая, она что-то весит примерно 1140 килограмм. Соответственно, какая-то вот парусность на дороге, да. Ее реально может отшатывать неплохо. А фуру мимо проехал, ты видишь, все. Максимальная скорость у нее 166 километров. Хотя, делают акцент на том, что компактный хэтчбэк для всей семьи на 5 человек. Вот сел я, тот, кто сядет посередине, ну, еще окей, нормально. То есть, ну, для детей, как бы, вот, я думаю, усесть-то смогут, но при этом, если вы поедете всей семьей, то багажничек у вас совсем будет маленький, 500, какой, 540, 240 литров. В остальном, ну, вот это вот все. Да, вот, вот, вот она реальность. Вот так это выглядит. По сути, здесь больше даже рассказывать нечего. То есть, здесь можно говорить, все, финиш, подогревы передние есть, все ясно, все понятно. Вот на этом машина закончилась. Вот мы сотку едем, вот 90 сейчас, вот сейчас 100 будет, блин. Да и нахрен я вообще не хочу на этой машине сотку ехать, ну, серьезно, друзья. Вот, вот бывают машины, на которых ты разгоняешься 100, ты этого не чувствуешь. А бывают тачки, на которые ты не хочешь ехать 100, потому что комфортно ехать вот 60. Вот 60-70 норм. Я уверен, будут из вас те, кто скажет, да у меня такой, да я на нем езжу, меня все устраивает. Вот я тебе хочу сказать одно, прокатишься ты на автомобиле поинтереснее, подороже, ты все сам поймешь. Сейчас даже объяснять этого не хочу. Очень такая специфическая машина. Конечно, круто, да, что она условно там доступна. Ну, блин, честно говоря, 650-700 тысяч за это, ну и нахрен. Вот, как вот я изначально думал, что там, допустим, можно купить его за 577 в топе, вот это вот еще куда не шло, с учетом того, что 2020 год. Но 700 рублей, вот за вот это, блядь, когда чуть газу больше, знаешь, он начинает сразу орать, ты вот подъехал. Мы тут ехали, я просто случайно газку так маленько поднажал посильнее сразу, он заорал, блин. На этом автомобиле, да уж, блин. О, мы как летим, а. Вот мы летим. Вот, для эффекта, конечно, неплохо, потому что сейчас вот сюда свернуть и просто вот так вот кубарем, блядь, скатиться, блин. Ёб твою. Нормально, нормально. Оставил ключ зажигания, хотели сделать красивый кадр, лайв. Так, друзья, садимся. Значит, что у нас идет? Электроусилитель руля. Когда крутишь его влево-вправо, звуки издает неприятные, но на самом деле, я думаю, можно сказать, что я придираюсь. Фух, рассмотрел бы этот вариант только исключительно для вот как же повозка из пункта А в пункт Б какой-то там мусор возить, не знаю, там вот с чем-то заниматься таким, чтобы машину было не жалко. То есть реально вот рабочий ослик. По-другому его рассматривать как вариант для того, чтобы учиться там, знаешь, типа ребенку купить первый автомобиль. Лучше ребенку купить автомобиль там десятилетнего японца, но который по надежности и по безопасности будет классом выше. Несмотря на то, что здесь есть подушки безопасности, ну его нахрен. Как она пройдет там этот кросс-тест, даже не хочу представлять. В остальном ты садишься, ну что, как ты себя чувствуешь? Да хреново ты себя здесь чувствуешь. То есть никакой там у тебя мотивации, какой-то там, знаешь, типа, ну блин, да ладно, смотри, здесь прикольно. Ничего здесь вообще прикольного нет, абсолютно ничего. То есть ни один элемент, который, знаешь, ну за исключением вот фишек типа подогрев лобового стекла, то, что удивило, то, что есть навигация. Все, а что тут еще, чему тут удивить? А вот здесь, смотри, как будто Лондон какой-то, да, вот тебе Гранд Туризм стоит. Сыпучее говно, блин, немец какой-то вонючий, блин, еще платить за него. Домишко такое, как будто ты в Лондоне где-то, или в каком-нибудь Копенгагене. Симпатично, но нам не сюда, нам надо ехать дальше. Если откинуть все предрассудки, зажратость, как вы скажете, в сторону, значит, что мы имеем в сухом остатке? Новая машина, абсолютно, ценой примерно 650 тысяч рублей. Автоматическая коробка передач, простая техническая часть, которая всем известна. Одни в интернете хвалят, что все супер откатался, проблем нет, другие рассказывают, что я вам зачитал список болезней у автомобиля. При этом три года гарантии 100 тысяч км у тебя в запасе, передвигайся. Техническое обслуживание на машине, первое ТО стоит там в районе 6 тысяч рублей, дорогое ТО прям вообще максимально дорогое, со всеми заменами, ну это, наверное, тысяч 20 рублей на него обойдется. Каска на машину примерно стоит 15-30 тысяч рублей, все зависит от вашего стажа. Шины у нас стоят 15-й, соответственно, зимние шины вам обойдутся примерно по цене, там, я не знаю, ну там 12-15 тысяч рублей. Возможно, вы еще дешевле найдете. То есть, с точки зрения содержания, машина дешевая на входе, машина дешевая и на повседневную жизнь. Обычно, когда мы берем автомобиль на тест, я всегда стараюсь разогнаться на нем побыстрее, для того, чтобы понимать, как автомобиль будет вести себя на большой скорости. На этом Датсуне мы ни разу не разогнались свыше 120 км в час, хотя у нас были прямые участки, где это можно было сделать. Почему? На этой машине страшно ехать свыше 100, на ней, когда едешь 100, ощущается, как все 150. Вы скажете, ну что, беляш ты, белобрысый, зажрался ты, а, вот ты увидел машину, на которой люди ездят. Друзья, вы поймите правильно, у меня нет задачи кого-то из вас, не дай бог, оскорбить. Просто этот автомобиль, ну это фуфло, откровенно говоря, это машина рабочий осел, для того, чтобы выполнять какие-то непосредственные задачи, как я сказал, из пункта А в пункт Б. Рассматривать этот автомобиль как комфортное средство передвижения нельзя. Давайте будем объективными. Эта машина, ну просто без слез на нее не взглянешь. Да, она заводится, да, в ней работает печка, в ней зимой будет не холодно, но передвигаться на ней, ну ее нафиг. Соответственно, критикуешь? Предлагаю. Я бы рассмотрел для себя лично уж точно вариант однозначно вторичка. Пусть это будет какая-нибудь там 10-летняя Мазда, 12-летняя Тойота. Я бы рассмотрел для себя исключительно вторичку. Уж что покупать вам, вы решите самостоятельно. И вы скажете, слушай, ну что ты показываешь ее, ведь Датсун с нашего рынка уходит. Два года они уходили, сейчас опять появились новости о том, что в конце 2020 года их быть не должно. По Москве сегодня два официальных дилера, которые машины эти продают. Ну а тем, кому, собственно, автомобиль интересен и он подходит под его нужды и цели, для вас это Калина с механикой, как например. Она будет тысяч на сто еще и дешевле, поэтому, друзья, ваше мнение высказывайте в комментарии. Больше сказать по этому автомобилю нечего, поэтому подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, пишите ваше мнение в комментарии, расхваливайте владельца, я вас приглашаю, ваша машина, пишите, что это ласточка, что это достойная машина. Я буду рад почитать ваше мнение по этому автомобилю. У меня на этом сегодня все, до новых встреч, всем пока-пока!